Итак, оцениваем результаты вчерашних американских выборов и убедительную победу Трампа, достаточно убедительную уже для этого этапа. Мы можем пытаться оценить ее последствия в трех ракурсах. Первый ракурс – это для России, потому что Россия нас больше всего интересует. Второй ракурс – это США. Третий ракурс – это мир. С точки зрения России, это очередная блистательная победа Путина, которую он не одерживал, как у Высоцкого. Помните, мне руку поднял рефери, который я не бил. Таких побед много. Это Крым, Новороссия, это Сирия, это расколотая Европа, Brexit, это Америка. Америка уже времен Трампа. Хуже варианта для России, чем продолжение четвертьвекового демократического присутствия в Белом Доме, представить себе невозможно. Потому что все проблемы – тугой узел, который завязался и который грозил в конечном счете какими-нибудь случайными столкновениями или перестрелками наших самолетов в воздухе над Сирией. Или какими-то неприятностями в части преследования мистических русских хакеров, продолжение истерии натовской на наших границах и так далее. Все это при Клинтон стало бы очевидной реальностью. Но Господь этого не попустил. С духовной точки зрения не попустил он это не потому, что Россия сильна, потому что Россия слаба. России нужно еще время. И это время нам дается. Дается нам в виде и в образе, в светлом образе миллиардера Дональда Трампа. Этим временем надо правильно воспользоваться. Всеми преимуществами, которые это дает, мы должны непременно правильно воспользоваться. Теперь посмотрим с точки зрения Америки. Америка проголосовала за изменения. Америка устала от демократов. И Америка, американский народ, таким биологическим, звериным чутьем, ощущает, что тот комплекс проблем, который накопился в американском обществе под властью коррупционной, демократической, неолиберальной бюрократии, этот комплекс проблем уже грозит раздавить саму американскую нацию. Я имею в виду и такие проблемы, как долговая. Трамп об этом много говорил, что надо каким-то образом расшивать ее, пока эта лавина ничем не обеспеченных фантиков не обрушится на голову американцев и дальше на голову всего мира. С не абсолютно непредсказуемым последствием. Потому что, если, например, китайские несколько триллионов превращаются в пепел, то китайцы могут и ответить. И есть варианты ответить. Мы знаем об этих вариантах, об этих фугасах, которые, возможно, заложены на дне Мирового океана еще по формуле Сахарова. Сахаров еще предлагал Берии заложить фугасы ядерные с любого судна, проходящего в соответствующей точке. И они в режиме ожидания, стендбай, ждут. Потом поднимается волна. Наши ученые рассчитывали волну на 100-200 метров. Китайцы пересчитали эту же волну на километр. То есть поднимается искусственный цунами, смывает просто все американское побережье и, по-моему, прокатывается чуть ли не два раза по Америке. Так что долговая проблема – это проблема войны мира. Что надо делать? Как будет Трамп решать? Будет ли он это решать? Осмелится ли он тронуть эту лавину? Потому что он может стать тем камушком последним, который эту лавину сдвинет с места, и она пойдет грохоча по головам американцев, домохозяйств, корпораций, внешних долгов и по всему миру прокатится. Что там останется? Это все равно, что извержение Елустонского вулкана. Примерно таких же может иметь последствия. А не менее важная проблема для американцев сегодня – это глубочайший застой в экономике. И Трамп об этом тоже говорит. О том, что производство надо вернуть в Америку, что Америке надо вернуть достоинство страны, которая обладает гигантской промышленной базой, собственной базой. Сейчас это позиция потери. Америка теряет позиции державы номер один с точки зрения ВВП и с точки зрения производственного потенциала. Все это перетекло как-то незаметно в Китай. Трамп говорит о том, что Америке надо избравляться от баз. 800 баз не по карману Америки, тем более, что они обеспечиваются из новых заимствований. То есть тем самым набирается, накапливается долговая яма, роется все глубже и глубже, и туда однажды Америка может упасть. Конечно, Трамп делает заявку на пересмотр всей политики Североатлантического альянса, НАТО, политики в отношении России. Он хочет с нами сотрудничать по теме ИГИЛ. И это очень все важно, потому что на самом деле мир сейчас настолько маленький, настолько взаимозависимый, что в одном месте чихнули, в другом и Эфелева башня какая-нибудь обрушилась. И в этом смысле те вызовы грозные, которые сегодня на планете возникли, в их число, конечно, и экология, и новые исламские, так сказать, вот эти доктрины, ИГИЛовские доктрины и так далее. Все вызовы, их надо каким-то образом расшивать, как-то надо с ними управляться. Они просто, знаете, общаться по принципу «дурак, сам дурак». Тем более они уже понимают, что Россию не завалить. Россия выскользнула из этих сетей, на которые на нее набросил Запад в начале 90-х годов. С ней надо как-то договариваться. И Трамп, в общем-то, расположен договариваться. И слава богу, это тот самый выигрыш времени, который нам сейчас жизненно необходим. С точки зрения мира, мир будет многополярным. Многополярным. Это уже очевидно. Приход Трампа фиксирует этот факт. Причем, он должен сказать, что Трамп-то ведь представляет не самую себя, а не просто, знаете, вот такой американский миллиардер, который импозантный, так сказать, необычный, экстраординарный. Вот он вылез откуда-то из Трамп-тауэр, башни Трампа, и впрыгнул, так сказать, в несущийся на всех парах поезд американской глобальной политики. Нет. Трамп – это представитель Ротшильдов. Ротшильды – это та часть глобальной элиты, владельцев денег, которые считают как раз политику Рокфеллера в другой части глобальной элиты неправильной. Те делают ставку на роль американцев Америки как мирового жандарма, вызывая тем самым клубок, цепочку соответствующих последствий для Америки, для всего мира, для России и так далее. Ротшильды говорят – нет, пусть будет, пусть будет это все так, как есть, более естественно. Пусть будет Евразийский центр, пусть будет Китай или Южноазиатский центр, пусть будет Ближневосточный центр финансово-экономический, латиноамериканский центр. А мы, Ротшильды, будем посредничать, мы будем, так сказать, выполнять привычную для нас функцию и наживаться на каждом из этих центров, выстраивать новую архитектуру, новый миропорядок, который будет более естественный, более натуральный. В этом плане, опять-таки, победа Трампа – это победа все-таки здравомысля. Другое дело, здесь вот у меня есть некая оговорка, приветствую, и, кстати, я все время был убежден, во всех эфирах, где мне доводилось выступать и писать на эту тему, я говорил, что победит Трамп. Именно исходя из того, что в противном случае нам мир бы встал просто на грань катастрофы. Сейчас эта катастрофа Господу не угодна, а нам тем более не нужна. Но у меня все-таки такое подозрение очень серьезное, что глубочайший раскол американской элиты и то, что Трамп оказывается в чрезвычайно жесткой ситуации в Штатах, все средства массовой информации, ведущие против. Та часть, коррумпированная, так сказать, часть, где ВПК, где ФРС, где, значит, очень сплоченная кучка, так сказать, олигархов американских, она, так сказать, никуда не делась, она на месте, она сохранила все рычаги влияния и так далее, она жить ему не даст спокойно. И здесь у меня невольно закрадывается мысль, потому что не наблюдаем ли мы спецоперацию. спецоперацию, когда, знаете, такого Джокера вбрасывают на стол и Джокер перепутывает все карты и начинается хаос. Почему-то не могу отвязаться от этого, и поэтому считаю своим долгом эту точку зрения высказать, о чем я говорю. Американская общество предельно внутренне перенапряжено. Это просто скрывается от всего мира, что оно перенапряжено. Оно перенапряжено по расовой линии. Никакого плавильного котла в Америке не получилось. Никакие китайцы, латиноамериканцы и тем более так называемые афроевропейцы или афроамериканцы никуда ни с чем не сплавились. Котел держат обручи и скрепы, и скобы насилия, закона, полицейского террора, если хотите. И мы видим, как этот террор себя периодически проявляет. Рано или поздно этот котел взорвется. Весь вопрос когда? И что станет, так сказать, с таким, сыграет роль катализатора или взрывателя в данном случае. Я не исключаю, что Трамп может стать таким взрывателем. Его специально выбрасывают, чтобы он ускорил, так сказать, этот процесс. Америка перегружена на оружие. 285 миллионов единиц огнестрела, причем огнестрела серьезного, боевого, находятся на руках у населения. Поэтому мы себе можем представить прекрасно, что начнется, если на складе с пиротехникой произойдет пожар. Даже в каком-то одном маленьком дальнем уголке. Ну и, наконец, Трамп все-таки, с моей точки зрения, миллиардер. Политического опыта у него особо нет. Поэтому его противники будут рассчитывать на его ошибки. Справится он, не справится с тем грузом ответственности, с ядерной кнопкой, которая теперь в его распоряжении. С необходимостью улаживать огромное количество одновременно различных проблем. Какую он соберет команду, есть ли у него такая команда. Какую он поведет в дальнейшем линию. Любая промашка Трампа будет использована его... Любая. Причем она будет сразу возводиться в десятую степень, представляться через лояльные для демократов СМИ соответствующим образом. И это будет усиливать взрывоопасность американской ситуации. Поэтому не исключаю, кстати говоря, что, может быть, сценарий той спецоперации, которая называется Трамп, состоит в том, чтобы вызвать внутренний хаос, инспирировать его, усилить его, дальше подавить его силой. Вот эти народные волнения, какие-то выступления, какие-то стычки, подавить его силой и под эту сурдинку ввести военное положение и, предположим, объявить дефолт доллара. Или что-то в этом роде. Или ввести какую-нибудь новую валюту Амеры, тем самым обрушивая пирамиду, но обрушивая ее как бы не путем естественного, знаете, такого американского некого такого поступка. Вот мы такие плохие, мы доллар обрушили, а вы как хотите. Нет. У нас все плохо. Месседж миру будет такой. Видите, у нас все горит, все падает, все рушится. И доллар вместе с ним обрушится. Предположим. И под это дело идет опять то же самое переформатирование так сказать, американского государства неизбежно. Но его просто я говорю о том, что оно может произойти по разным сценариям. Оно может произойти по сценарию, скажем, медленного эволюционного вползания в новое качество. Этот сценарий хорош, для всех он лучше, но он просто мало осуществим с учетом глубочайшего раскола элиты американской. И это может произойти по пути управляемого хаоса, которые на Западе так любят вот эту концепцию управляемого хаоса. И тогда мы имеем дело с очень серьезной, очень острой ситуацией. Последствия для нас и для всего мира. Я думаю, что украинскому режиму, так сказать, кердык, потому что Трамп, конечно, не будет. Он сейчас будет максимально экономить затраты. Он будет обрезать, так сказать, все возможные варианты неправильного расходования американских денег. И в этом плане у нас появляется очень хороший шанс потихонечку. Европа, конечно, совершенно здесь никого не интересует, потому что Европа – это баллонг на поводке у Белого дома. Поэтому ей скажут «циц», и она тут же, она примет все, что примут там. Вот. Дальше мы видим усилиться раскол в Европе, потому что политика, проблема беженцев, Ближний Восток горит, и его не скоро потушат. И новые, новые миллионы, так сказать, счастливых афроазиатских европейцев начнут наполнять переполненный европейский дом, вызывая колоссальные внутренние трещины, разломы и так далее. И это тоже в пользу России, потому что европейцы немедленно потеряют интерес к Киеву, ко всей этой хунте, ко всем этим делам и так далее. Нам главное в этот момент не, как говорится, не терять бдительность и не упускать шансов для того, чтобы определенным образом урегулировать ситуацию и не только на Юго-Востоке, и вообще на нашей кровной территории, части русского мира, которая называется Украина. Ближний Восток, если мы с американцами серьезно займемся делами, мы не победим ИГИЛ. ИГИЛ невозможно победить, потому что ИГИЛ это духовно-социальный доктрит. Но мы его загоним в определенные рамки. И там, в этих рамках, будем его держать. Ну, а судьба Клинтона, не знаю, под суд. Под суд ее еще. Судить. Жалко, конечно. Пожилая уже. Бабушка. Ну, не она первая. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова